Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Жатсона Брюэра «Зависимый мозг». 10 основных фактов. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, оставляйте какой-нибудь необидный комментарий, а мы начинаем. Факт номер один. Как люди подсаживаются на крючок? При виде привлекательной еды мозг подает сигнал, калории нужны для выживания. Мозг получает удовольствие от вкусной пищи, записывает информацию о ее внешнем виде и местонахождении. При повторной встрече с этой пищей запускается цепочка «Триггер поведения вознаграждения». Навстречу приятному. Примитивный человек стремился к приятным и привлекательным вещам с целью выживания. Древний механизм все еще работает. Современный мир предлагает массу соблазнов с потенциальным награждением. Выкурив сигарету, выложив фотографию в Facebook или съев вкусное блюдо, человек всего лишь идет на поводу примитивных сигналов, хитрость социальных сетей. Опасность зависимости от социальных сетей заключается в невозможности по-настоящему насладиться моментом. Человек не способен нормально отдыхать и общаться, потому что занят фотографированием и проверкой сообщений на смартфоне. Несчастье блуждающего мозга. Современный человек живет в мире отвлекающих факторов – уведомлений, сообщений и рекламы. Быстрое переключение внимания на что-либо приятное вызывает зависимость. Намного легче перейти в Инстаграм по уведомлению, чем делать сложную работу. Пятый факт – зависимость от собственной картины мира. Убеждения и постулаты, на которых держится личность, могут перерасти в зависимость. Непоколебимая убежденность в своей проводе ведет к невозможности воспринимать новую информацию. Шестой факт – романтическая любовь как зависимость. Жизнь без второй половинки кажется невыносимой и порой невозможной. Исследование мозга влюбленных путем МРТ-сканирования подтвердило схожесть в проявлении романтической любви с другими видами зависимости. Дофамин – один из сильнейших наркотиков. Стремитесь к альтруистической любви. Не вся любовь ведет к зависимости. Во время исследования пар с длительными отношениями удалось установить существование другого типа любви, который не провоцирует активную выработку дофамина. Альтруистическая любовь с пожеланием добра партнеру вызывает расслабление и дарит свободу. Восьмой факт – осознание – первый шаг к исцелению. Человек пытается заполнить пустоту и снять стресс, невзирая на последствия. Осознание природы зависимости позволяет увидеть, к чему она ведет. Зависимость подобна волне. Пациент Брюера описывал тягу к курению как нарастающую волну зуда. Пиковый момент – просто приходилось сдаться и закурить. Сравнение с волной работает для всех зависимостей. Главное – преодолеть критический период. Заключительный факт – метод серфера. Чтобы справиться с сильным желанием, нужно взять его под контроль. Можно представить себя серфером, обуздывающим волну. Важно наблюдать за всеми этапами появления тяги, от слабого позыва до невыносимого желания. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заказываем новые обзоры и читаем книгу «Жатся на Брюера» «Зависимый мозг» вместе с «Читай быстро». Субтитры создавал DimaTorzok